В ежедневном круговороте принятия разных финансовых и бытовых решений большинству людей сложно сохранять спокойствие и душевное равновесие. Но ведь известно, что все болезни от нервов, так что с этим надо что-то делать. Аюрведа предлагает обратить внимание на так называемое лекарство бога Шивы – Шивагутика, которое предназначено для улучшения состояния нервной и гормональной систем. Препарат сделан на основе мумио с добавлением трифолы и дашамулы. Он выводит токсины и очищает лимфатическую систему. Также нормализует обмен веществ и способствует похудению. Помогает при заболеваниях суставов и сердца и балансирует все три доши. Однако наиболее важное показание к применению данного препарата – это когда у человека есть склонность к образованию опухолей, попелом, бородавок, а также, если воспалены аденоиды, тензелит есть, полипы. Шивагутика показывает хорошие результаты при воздействии на течение таких тяжелых заболеваний, даже как спид, рак и помогает при диабете. Давайте рассмотрим действия активных ингредиентов в препарате. Начнем с мумиё. В природе мумиё выглядит как горный воск, такие налипшие корочки на скалах. Мумиё содержит остатки растений, кости животных и части горных пород. В очищенном виде это такая липкая масса черного цвета. Мумиё имеет горьковатый вкус и бальзамический запах. Хорошо растворяется в воде. Природа уложила в мумиё около 30 химических элементов, макро- и микроэлементов, аминокислоты, ряд витаминов, эфирные масла, пчелиный яд, смолоподобные вещества. Мумиё широко использовали медики Востока при лечении нервных заболеваний, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, а также заболевания селезенки, легких. Мумиё также хорошо себя зарекомендовала при лечении артритов, гнойно-воспалительных процессов, при переломах, как быстрый регенератор костной ткани. Активно используется это вещество при раковых заболеваниях, так как останавливает рост раковых клеток. Мумиё предотвращает негативный эффект после процедур химиотерапии. Также широко применяется в Индии при лечении туберкулеза, бронхита, астмы, мочекаменной болезни, ладянки, заболеваниях кожи и в качестве антисептика. Применять его советуют с молоком или фруктовым соком. Мумиё при постоянном употреблении нетоксично и следует помнить, что с алкоголем несовместимо. Другой активный компонент препарата Шива Гутика – трифала. Трифала – это древняя формула, состоящая из трех лечебных фруктов – амалаки, харитаки и бипхитаки. Трифала занимается оздоровлением всего организма, очищает тело от шлаков и токсинов и повышает иммунитет. Балансирует также три доши – мвата, пита и капха. Благодаря этому самочувствие человека значительно улучшается, и он уже меньше подвержен сезонным простудным и вирусным заболеваниям. Перестают беспокоить желудочно-кишечные расстройства, улучшается состояние кожи, уходят боли в суставах и быстрее заживают различные повреждения на теле – раны, ссадины. Также увеличивается активность и работоспособность. Подробнее о действии трифала смотрите наш отдельный ролик, посвященный этому замечательному продукту. И третий основной ингредиент в составе шива-гутика – это дашамола. Это классический аюрведический состав из 10 лечебных корней. Этот состав считается самым эффективным при различных дисфункциях щитовидной, поджелудочной и вилочковой желез, при гинекологических заболеваниях, лимфатических нарушениях, кожных недугах, заболеваниях печени, вирусном гепатите типа А и Б. Он также препятствует развитию онкологических новообразований, оказывает мощное омолаживающее воздействие на организм. Также в составе шива-гутика есть растение гудучи. Это эффективный иммуномодулятор, топленое масло ГИ, кладезь витаминов Е и А, чудесные лекари пряности кардамон и корица, кунжутное масло, мед. В общем, это замечательное вкусное снадобье. Как его применять? Обязательно сначала проконсультироваться с аюрведическим врачом. Дальше стандартно это по одной таблетке дважды в день натощак с молоком, медом или водой утром и перед сном. При опухолях, новообразованиях, заболеваниях верхних дыхательных путей, печени, селезенки, тонкого и толстого кишечника нужно принимать по 2-4 таблетки с молоком 2 раза в день. При танзилитах принимать по 1 таблетке совместно с Чаванпраш 2 раза в день. В первую неделю приема необходимо соблюдать диету. Как рассояна принимается по 1 таблетке 1 раз в день или через день. Курс от 3 месяцев до года. Относительно противопоказаний вам стоит проконсультироваться с аюрведическим врачом. Попробуйте Шива Гутика и пусть в вашем организме будет абсолютный покой и порядок. Продолжение следует...